Salut tout le monde, j'espère que vous allez très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez différente, parce que je suis en vacances, et bien sûr, en France. Иными словами, друзья, добро пожаловать в это новое видео, у меня сейчас отпуск, и, конечно, куда еще я могла отправиться, чтобы провести каникулы, мою любимую Францию. Мы приехали несколько часов назад, уже отдохнулись, заселились, пообедали, и я решила не терять ни минуты этого ценнейшего времени и записать вот этот вступительный кусочек для вас во внутреннем дворике нашего апартамента. Здесь очень уютно, очень зелено, и, как и везде на юге Франции, очень много цветов. Но все-таки предлагаю здесь надолго не засиживаться, как бы того и не хотелось, к тому же усталость дает о себе знать, хотя, если честно, вот как только я вступила на эту землю, усталость улетучилась, и это просто магия Франции, которая лично на меня действует как-то непередаваемо. В общем, предлагаю сразу отправиться на прогулку, у нас сегодня много интересного, хочу, конечно, рассказать вам, где мы остановились, сделаем с вами рум-тур по нашему апартаменту, и получится вот такая вступительная прогулка. Надеюсь, вам будет интересно, желаю приятного просмотра. Лазурный берег для меня уже давно стал синонимом летнего отдыха. Ни один другой приморский регион не очаровал меня настолько, чтобы хотелось туда возвращаться снова из-за неповторимой расслабленной атмосферы, мягкости моря, сочных фруктов и мелодичного языка. Которым заслушиваешься, даже если не понимаешь ни слова. Так в моей жизни появился французский, а еще желание объехать каждый городок и каждую деревню этого невероятно богатого в культурном плане региона. Сегодня и в последующих видео хочу с вами, друзья, поделиться фрагментами нашей поездки и, может быть, вдохновить вас на путешествия по этому краю в будущем. Традиционно туристы начинают отдых на Ривьере в Ницце. Именно там находится крупнейший в регионе аэропорт, а самые разные виды транспорта позволяют добраться до любой локации не больше, чем за час. В этом году мы остановились в интересном месте, в французском городе Босолей. И примечателен он тем, что буквально по улицам там проходит граница с другим самостоятельным государством, княжеством Монако. То есть на самом деле одна сторона улицы может принадлежать Франции, а другая Монако, и при этом никаких споров насчет того, чей это кусок асфальта или чья клумба не возникает. Местные живут так не один десяток лет. Жить в Босолее, а работать в Монако – стандартная схема для большинства резидентов, потому что так дешевле. Для сравнения, маленькая студия 20 квадратных метров в Монте-Карло обойдется почти в 1700 евро в месяц, а квартира 39 квадратных метров в Босолей – всего 900. Всего, конечно, беру в кавычки, потому что, как правило, там нет мебели и современного ремонта, и на то, чтобы переделать жилье под себя, уйдет много энергии и денег. Но не будем о грустном, мы еще не раз поговорим об особенностях жизни в этом роскошном регионе, посмотрим на цены, на недвижимость и еду. А сейчас приглашаю заглянуть в наш дом на эту неделю. Милый апартамент с кухней, ванной и внутренним двориком. В путешествиях, если есть возможность остановиться в апартаментах, а не в отеле, я всегда выбираю их. Для меня это комфортнее. Я не люблю рестораны, а питаться где-то нужно. К тому же, готовить в отпуске для меня такое же приятное дело, как и в любое другое время года. Первый поход в магазин обошелся в 50 евро. В корзине оказались базовые овощи, паста и соус песто, хрустящий хлеб, молоко, мюсли на завтрак, фрукты и вино. Продукты во Франции дороже, чем в Литве, но и качество их гораздо выше. Думаю, ни для кого не секрет, что Франция славится своей агрикультурой и высокой кухней со всевозможными сырами, топинадами, конфитюрами и так далее. Во Франции также популярны рынки. Там продукция от фермеров, она органическая, еще более высокого качества и стоимости. Интересно, что утренний рынок в Бос-Олее в основном организуют итальянцы. Благо до границы с Италией всего 30 километров. Благо до границы с Италией всего 30 километров. Теперь давайте пройдемся по окрестностям и покажу вам еще одну особенность городской жизни. Это общественные лифты, лестницы и эскалаторы. В горном регионе удобнее и быстрее пользоваться лифтами, потому что вверх-вниз по несколько раз в день ходить удовольствие невеликое. Главное только знать, где эти лифты располагаются. В один из последних дней нашей поездки этот типичный транспорт сломался, и нам пришлось искать другой путь, чтобы спуститься к пляжу. Мы даже немного заблудились, но зато побывали с другой стороны пляжа, куда специально бы не пошли. Еще один атрибут Лазурного берега – это яхты и автомобили, признак достатка и статуса жителей и резидентов Ривьера. В Монако есть яхт-клуб и автомобильный клуб – престижные организации, которые регулируют спортивную, социальную и повседневную жизнь высшего класса. Чтобы официально стать яхтсменом в Монако, необходимо найти двух спонсоров, которые сами являются членами клуба, и подать заявку. Два раза в год принц Монако Альбер II изучает резюме кандидатов и принимает решение. Если оно положительное, то отпраздновать вступление в яхт-клуб можно в ресторане, который принадлежит сообществу. Сначала организуют коктейль-вечеринку, а затем полноценный ужин на фоне яхт. Визитная карточка Монако, вид с открытки и просто эффектное место – это казино, настоящая точка притяжения в самом центре Монте-Карло. Облик площади перед казино на моей памяти менялся чуть ли не каждый год. Некоторое время назад писком моды были красные феррари. Они тогда с ревом проносились по круговому движению и ловили взгляды неподготовленных туристов. В другой раз мы были под огромным впечатлением от того, что сносят прекрасные сооружения в стиле Белли Пок, и страшно было представить, что построят вместо них. Сейчас площадь преобразили, цвета стали поскромнее, да и в целом показалось, что нарочито люксовых авто было мало, либо просто в повседневной жизни мы стали встречать их чаще, потому Порше с Бентли уже не вызывают былого восторга. Монако можно условно поделить на две части, для местных жителей и для туристов, причем гостевая часть значительно больше. Несколько минут назад мы с вами были на площади перед знаменитым казино, а сейчас можем лишь издалека видеть крышу этого здания. Поднимаемся выше, в самое сердце Монако, квартал Лёши, или скала. Здесь находятся здания правительства, замок принца Альбера II, муниципалитет, суд и другие институты государственной важности. С 14 века в Монако правит род Гримали. А началось все с генуэзского консула Гримальдо Каннелло, который был вынужден покинуть Гену, скитался по Лигурийской ривьере, пока окончательно не обосновался в районе современной Ниццы. Лёши – самый исторический район Монако. Здесь сохранились узкие средневековые улочки, которые характерны для городов Лазурного берега, но вместе с тем есть и совершенно уникальные в архитектурном плане сооружения, которые выделяются своей грандиозностью. Чего стоит океанографический музей, который фасадом обращен к Средиземному морю, или кафедральный собор Нотхудамы Имакюле, где в том числе проходила свадебная церемония принца Монако, Ренье III и американской актрисы Грейс Келли в 1956 году. Несмотря на некоролевское и, к тому же, американское происхождение, Грейс Келли сумела стать по-настоящему любимой и почитаемой персоной в Монако. И даже спустя 40 лет после её трагической смерти в автокатастрофе, на улицах и в окнах видны фотографии с её изображением, а самые красивые места в Монако названы её именем. Ведь Грейс по-английски значит Грация. По-моему, идеальное имя для принцессы с такой утончённой красотой. С высоты скалы замечаем ещё один город Монако – Фонвьей. Это, наверное, наименее популярное среди туристов место. В основном все осваивают Монте-Карло и поднимаются на Ле-Роше, оставляя Фонвьей без внимания. Но не мы с вами. Сейчас спустимся и прогуляемся по городу, который не так прост, как кажется на первый взгляд. Во-первых, Фонвьей полностью построен на намывной территории. Это молодой город, масштабное строительство нового квартала началось всего в 1981 году. Во-вторых, в отличие от Монте-Карло и Ле-Роше, Фонвьей, скорее всего, покажется скучным и очень тихим. Туристу там делать нечего, ведь здесь живут обычные манегаски, а из примечательных мест пара небольших музеев и вертолётная площадка, откуда, кстати, можно максимально быстро и максимально дорого добраться из аэропорта Ниццы до Монако и обратно. Здесь, конечно, есть порт, полный яхт, где мы удивительно обнаружили несколько суден с польским флагом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю почему, но гуляя по Фонвье, я не могла избавиться от мысли, что город мне кажется неуютным и неживым, хотя вокруг были пальмы, цветущие растения и в целом тёплая палитра, которая типична для лазурного побережья. У моего мужа сложилось совсем другое впечатление, и город ему очень понравился. Тихие дворы, минимум машин и детали благоустройства в виде проходных арок и уютных двориков, декорации на фасадах и также соотношение жилого пространства сверху и бизнеса на первых этажах. В общем, во мнениях мы не сошлись. Остановиться здесь на время или тем более жить я бы в этом городе не хотела. Мне по духу ближе Монте-Карло, а вообще французская сторона Ривьеры. К слову, как думаете, сколько стоит квартира в Фонвье? Цены, конечно, разные, но вот несколько вариантов. Не буду вас нагружать цифрами и просто выведу предложение на экран. Друзья, если это видео вам понравилось, то, конечно, ставьте лайк и делитесь впечатлениями внизу в комментариях. Расскажите, может быть, вы бывали на юге Франции, где именно, какие города вам особенно запомнились. Ну а я со своей стороны постараюсь сделать как можно больше видео из Франции, чтобы немного разнообразить основную литовскую тематику у меня на канале. А если это видео вам попалось случайно в рекомендациях, то приглашаю заглянуть в мои плейлисты. У меня есть целый плейлист, посвященный Литве, Шотландии, потому что мы там жили несколько лет, и иностранным языкам, потому что это моя основная профессия. Я преподаю английский, французский и русский языки. Я надеюсь, вам было сегодня со мной интересно. Если это так, дайте мне, пожалуйста, знать, и таких видео будет появляться на канале больше. Мы с вами увидимся в новом видео уже очень скоро. А пока, друзья, приглашаю вас заглянуть в мои недавние выпуски. Рекомендации вы видите сейчас на экране. Желаю вам прекрасно провести этот день, и всем пока!